Ас-саламу алейкум, брат! Был ли на самом деле Абу Бакр в пещере с пророком? Салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Если был, кто тогда был вторым из двух, когда Всевышний Аллах обращался к посланнику? Салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. В Священном Коране говорится об этой истории, в Священном Коране, в котором говорится о том, что его святый спасанник Аллах, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, был вторым из двух и, обращаясь к своему спутнику, сказал, не печалься, воистину Аллах с нами. И кто был этим вторым человеком, по этому поводу у нас каких-то очень сильных и достоверных источников нет. Хотя в некоторых источниках упоминается о том, что это был некий человек по имени Авдуллах из племени Ибн Баккер, который был проводником его святости, посланник Аллаху алейхи ва алейхи ва салям. Он был тем, кто хорошо знал местность и сопровождал его святость посланник Аллаху алейхи ва салям, показывал ему путь. И некоторые исследователи говорят о том, что из-за того, что он был из племени Ибн Баккер, возможно, кто-то подумал, что и перепутал, и решил, что это был Абу Баккер. Поэтому ясно и недвусмысленно и четко сказать, что вот был такой-то и такой-то, мы не можем. У нас нет вот прямо таких вот достоверных и надежных источников по этому поводу. Но большинство мусульман абсолютно не сомневается в том, что этим вторым человеком был Абу Баккер. И по этому поводу имеется предание, как в Сахи Бухаре, так и в Сахи Муслиме. То есть имеется предание о том, что этим человеком был сам Абу Баккер. И самое интересное, эти предания передаются от самого Абу Баккер. То есть сам Абу Баккер говорит, что он там присутствовал. Но при этом мы от других, в частности, например, от посланника Аллаха, не обнаруживаем ни одного указания, ни одного намёка на то, что с ним был Абу Баккер. И даже более того, в самом Сахих аль-Бухари приводится предание, согласно которому Абу Баккера с ним не было. То есть точно так же, как в Сахих аль-Бухари присутствует предание о том, что Абу Баккер был в пещере, точно так же в Сахих аль-Бухари присутствует другой хадис, который гласит, что в пещере Абу Баккера не было. Обратите внимание, это Сахих аль-Бухари. Предание передаётся от Абдуллаха ибн Умара, который говорит следующее. «Ибн Умар говорит, что Салим, раб Абу Хузейфы, собрал самых первых мухаджеров и сподвижников пророка в мечети Куба». Или Куба. То есть по-арабски Куба, но по-русски обычно пишут Куба. То есть Салим возглавил молитву самых первых мухаджеров, то есть тех сподвижников пророка, которые первыми переселились из Мекки в Медину, прибыли первыми в Медину. И самое интересное, в предании говорится «фи хим Абу Баккер», и среди этих людей был Абу Баккер, Ва Умар и Умар. И далее перечисляются некоторые другие люди. То есть, но здесь самое важное уже прозвучало. Согласно этому хадису из Сахиха Аль-Бухари, Абу Баккер был среди первых переселенцев. Среди первых переселенцев. И в этот момент в Медине посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям, не было. То есть тогда, когда Салим возглавлял молитву мусульман, пророка, естественно, с ними не было. В противном случае что? В противном случае молитву возглавил бы пророк. Салим возглавлял молитву мусульман, мухаджиров до прибытия пророка. Таким образом, этот хадис ясно и двусмысленно говорит о том, что Абу Баккер прибыл в Медину с первыми мухаджирами, то есть до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям. И толкуя этот хадис, Ибн Аджар аль-Аскалани в Фатху-Лубари пишет, то есть говорит, что то, что в хадисе говорит, что Салим собрал первых мухаджиров, Ибн Аджар говорит, что этими первыми мухаджирами были те люди, которые самыми первыми переселились в Медину. И далее он говорит, «Во как-то год нам в китабе «Салах» в облахе имаме, мин риваето биду Аллах и бен Умар, аннафи, ан, ан, бен Умар, то есть Ибн Аджар аль-Аскалани говорит, что это было до, то есть здесь многое написано, то есть опять-таки все переводить не буду, чтобы не тратить ваше время, то есть «Кабля ма'кда миннаби» говорит Ибн Аджар. «Кабля ма'кда миннаби» то есть это было до прибытия пророка. Это было до прибытия пророка. То есть этот хадис противоречит другим хадисам, которые говорятся о том, что с посланником Аллаха салаллаху алейхи ва салам была Абу Бакр. Какой мы из этого вывод можем сделать? Мы можем сделать вывод о том, что хадисы о том, что Абу Бакр был в пещере, скорее всего, выдуманный им. В противном случае от каких-то других людей это должно было прозвучать. Например, сам посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салам в каких-то своих речах должен был указывать на это. Например, вспоминать что-то или говорить о чём-то, связанном с вот этим совместным путешествием. Но мы обнаруживаем, что пророк салаллаху алейхи ва салам ни разу на это не намекал. И об этом говорит исключительно Абу Бакр или его дочь. Другие об этом не говорят. И даже более того, другие говорят о том, что Абу Бакр прибыл в Медину до пророка, что он был в числе самых первых мухаджиров. И помимо этого, также в Бухаре приводится другое предание от Аиши, которое говорит, что про нашу семью неспослан всего лишь один аят. И второго аята про нас не существует, говорит сама Аиша. Это в Сахих аль-Бухари. И этот единственный аят, который был о них неспослан, согласно утверждению Аиши из хадиса, из Сахих аль-Бухари, это аят, в котором оправдывается Аиша, так как мы знаем, что она обвинялась во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салам, некоторыми сподвижниками, некоторые сподвижники пророка обвиняли её в прелюбодеянии, и об этом был неспослан аят, в котором её Всевышний оправдывал. То есть она говорит, что вот этот аят был ниспослан обо мне, про моё оправдание, и это единственный аят, который был ниспослан про нашу семью. И что про нашу семью больше никаких других аятов нет. Таким образом, аят, в котором говорится, что посланник Аллаха, салаллаху алейкум салям, был вторым из двух, не был ниспослан про Абу Бакра. Согласно этому хадису из Сахиха аль-Бухари. Сахиха аль-Бухари.